Новая избирательная комиссия, изменения в регламент и генплан. Это и не только обсудили на заседании городской думы. Начали депутаты с назначения членов избирательной комиссии Иванова на ближайшие пять лет. Раньше комиссия действовала четыре года, теперь сроки продлены и состав участников дополнился еще одним человеком. Четыре члена избирательной комиссии представлены от партии, которые вошли в Государственную думу Федерального собрания. И четыре представителя избирательной комиссии – это представители от областной избирательной комиссии. Также на заседании были приняты изменения в устав. Депутатам необходимо было внести некоторые коррективы с учетом федерального законодательства. В частности, вопрос касался главы города и его семейных капиталов. Если глава города Иванова, его супруг или супруга, или несовершеннолетние дети имеют счета в наличной иностранной валюте или ценности в иностранных банках, расположенных за границей Российской Федерации, либо владеют или пользуются акциями иностранных компаний, иностранными селями и так далее, это является основанием для утраты доверия президентам главы города и, соответственно, досрочной отставке главы города. В соответствии с другим решением депутатов в Иванове официально появилось еще пять скверов – Троицкий, Меланжистов, Бурелинский, Привокзальный и Здоровье. Зеленая зона сохранена и на улице Лежневской в районе московских домов. Там собирались что-то строить, но участок отстояли жители. Опережая народный бунт, депутаты запретили возведение еще двух объектов. Было три предложения по переводу зону парков в зону общественной застройки. Это в районе сад 1 мая и в районе парка Степаново. То есть было возражение комитета Ивановской области по природопользованию, и мы удовлетворили, по сути дела, это возражение. Инвестор хотел возвести новое кафе у входа в парк Степаново. Это пункт питания под тем же брендом, что построили недавно на площади Пушкина. Искусственной архитектурой своего здания застройщик похвастаться не может. Возможно, и это тоже стало одной из причин для отказа.